Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Не секрет, что наша игра богата различными комбинационными возможностями, большая часть из которых носит стандартный характер. Подобные комбинации должен знать каждый уважающий себя шахматист. Сегодня мы с вами рассмотрим очень короткую, но яркую партию, которая была сыграна в рамках матча в Париже в 1864 году. Белыми в этом поединке играл местный шахматист, выходец из Польши Ладислав Мачуски, а черными один из сильнейших шахматистов того времени австрийский мастер Игнац Колиш. В этом поединке встретилась красивая и при том стандартная комбинация, известная большинству квалифицированных шахматистов. Итак, Е4 пошли белые, Е5, КФ3, КЦ6 и Д4. Шотландская партия, дебют, который спустя много лет на самом высоком уровне будет продвигать 13-й чемпион мира Гарри Каспаров. Начало очень острое, динамичное, как раз под стать стилю великого и ужасного. После взятия конь бьет Д4. Возникла стандартная позиция этого дебюта и здесь у черных очень широкий выбор. Можно выйти слоном на поле С5, либо дать шах на Б4. Также интересен ход КФ6. Некоторые шахматисты выводят ферзя на Ф6, с тем, чтобы после взятия на С6 сыграть опять же слон С5. Но в нашей партии Игнац Колиш делает ход Ф4, нападая на центральную пешку белых. В историю этот ход вошел как продолжение стейница. Первый чемпион мира нередко продолжал именно так, играя черными в шотландской партии. Острый В под ферзем рассчитан на то, что белые не разберутся в возникающих осложнениях и проиграют партию уже в дебюте. Но если сделать пару-тройку сильных крепких ходов, а в определенный момент не остановиться перед жертвой пешки, то белые могут получить очень серьезные шансы на победу. И весь этот дебютный эксперимент черных провалится. Конь С3. Пешка под защитой, но черные продолжают играть активно, связывая коня. Современная дебютная теория здесь отдает предпочтение ходу слон Е2. Этим ходом белые жертвуют центральную пешку, но получают большой перевес в развитии. Но в нашей партии Ладислав Мачуски сыграл иначе. Он защитил пешку и пошел в ферзь Д3. Это также неплохое продолжение, но шансов на перевес белым оно не оставляет. Конь Ф6 играют черные, взятие на С6 ДЦ и слон Д2. Черные забирают на С3 и слон бьет С3. Стоит отметить, что в случае перехода в эндшпель, после ферзь бьет Е4, окончание получается в пользу белых. После взятия конь бьет Е4, слон бьет Ж7. И на ладья Ж8 слон Е5, нападая на пешку. Черным нужно играть конь Д6, но 3-0. Снова нападение, теперь уже на коня. У белых серьезное преимущество. У них лишняя пешка на королевском фланге и все те же два слона. Поэтому в партии колледж сыграл конь бьет Е4, сохранив ферзей. Но белые ставят ферзя на Д4, не только связывая коня по четвертой линии, но и защищая пешку на Ф2, в то же время нападая на вражескую пешку Ж7. Ферзи 7 играют черные, они создают угрозу вскрытого шаха. Поэтому 3-0. Две тяжелые фигуры белых действуют по открытой вертикали Д, что является залогом будущей стандартной комбинации. В этой позиции черным нужно было брать на С3. Дело в том, что после ферзь бьет Ж7, следует конь А2 на король Б1. Ладье отходим на Ф8, забираем слон Д7. Черные успевают увести короля на ферзевый фланг, сохраняя равные шансы. Но в партии колледж сыграл иначе. Он совершил активный выпад ферзем. Теперь уже на Ж5 с шахом. И здесь Мачуски не упускает возможности сделать сильнейший ход Ф4. Таким образом, черный ферзь завлекается еще дальше, в лагерь своего соперника. Здесь уже выбор у черных небольшой. И каждый из ходов приводит к плачевным результатам. Если отказаться от взятия пешки и отойти на Е7, то белые сами забирают пешку на Ж7, нападая на ладью. Та отходит и слон Д3. После взятия ферзь С3. Слон Е6, перекрывая вертикаль и готовясь к длинной рокировке. Но мощный ход слона А6 закрепляет перевес за белыми. При любых раскладах у белых уже здесь решающее преимущество. Но в партии Колеш забрал пешку на Ф4 и снова дал шах. Слон Д2. Нетрудно убедиться, что слона Д2 брать нельзя. Нужно отходить ферзем. Но если пойти на А4, то последует ладья Е1 с угрозой взятия коня. Ф5, бьем на Ж7. Ладья отходит шах. Ферзь Е7. И здесь переход в эншпиль. Слон Б4. Оказывается, что черные все же терпят материальный урон. Если отойти королем сразу, то теряется качество. А после С5 пешку забрать можно, так как конь связан. И вновь потеря качества. Поэтому в партии Колеш отошел на Ж4, сохранив контроль над своим конем. Но здесь последовала именно та стандартная комбинация, которая квалифицированным шахматистам известна по очень короткой, но яркой партии рейти Тартаковер. Концентрация белых фигур по вертикали Д, а также незащищенность поля Д8, это как раз те мотивы, которые дают возможность пожертвовать ферзя и поставить мат в стиле оперной партии Пола Морфи. Как вы уже догадались, Владислав Мачусский сыграл ферзь Д8. Выбора у черных нет, они должны брать ферзя. И далее двойной шах слон Ж5. Обе фигуры белых под боем, но как известно, от двойного шаха можно только убежать королем. Пока еще есть куда, на Е8. Но после ладья Д8 партия заканчивается. На доске мат. Вот такой очень короткий, но яркий поединок, который лишний раз доказывает, что необоснованные дебютные эксперименты в таком остром начале, как шотландская партия, просто недопустимы. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Напишите обязательно, удавалось ли вам осуществлять эту типичную комбинацию с жертвой ферзя и последующим завлечением под двойной шах. Очень будет интересно почитать. А мне остается только поблагодарить вас за внимание. До свидания.